Трава полпала, или эрва шерстистая, применение в народной медицине полпала, лечебные свойства и противопоказания. Рассмотрим полезные и лечебные свойства растения. Благодаря богатому составу полпала оказывает благотворное влияние буквально на все структуры организма, помогает бороться с простудными заболеваниями и гриппом, купирует воспалительный процесс, оказывает бактерицидное, антисептическое и противовирусное действие, является мочегонным средством, выступая в роли диуретика и сауретика, помогает разрушать и безболезненно выводить мочекаменные образования из организма, очищает тело от скопления шлаков, повышенного содержания уратов, аммиака и солей тяжелых металлов, оказывает положительное влияние на состав крови, препятствует тромбообразованию, дает успокоительный эффект, нормализует работу желудка, печени, поджелудочной железы, кишечного тракта, избавляет от полипоидных структур, нормализует циклические процессы у женщин, затормаживает деление атипичных клеток при гинекологических новообразованиях, миома, киста и прочее, помогает бороться с поражениями суставов и межпозвоночных дисков, используется как обезболивающее средство, гармонизирует различные виды обменных процессов, помогает при мигрениях, используется в косметологии для борьбы с воспалениями, прыщевыми высыпаниями, улучшает состояние кожи и возвращает лицу здоровый цвет, оказывает иммуномодулирующие и антиоксидантные, действия. Показания к применению, интоксикация организма, профилактика развития новообразований, артриты, артрозы, остеохондроз, спондиоз, подагра и тому подобное грипп, простуда, заболевания ЖКТ, панкреатит, а также как желчегонное средство. Проблемы с мочевой системой, циститы, пейлонафрит, уритрит, мочекаменное заболевание, мочекислый диатез, наличие отеков, необходимость в разжижении крови, склонность к тромбообразованию, используется в комплексной терапии как ранозаживляющее и противоболевое средство. Угревая сыпь прыщей, увядающая кожа, неврозы, стрессы, переутомления, общее укрепление организма, стимуляция защитных механизмов, предупреждение инсульта, инфаркта, укрепление сосудов. Противопоказания и особенности применения, как и любое средство растительного происхождения, полпала может вызвать аллергическую реакцию. Это может проявиться в виде приступов тошноты, высыпаний на кожу, гиперемии, отека квинки, отечность в основном лица или какой-то его части. Являясь мощным мочегонным средством, растение способствует активному выведению из тела натрия и кальция. Поэтому следует отказаться от его использования при соответствующих заболеваниях, связанных с утратой этих ионов, при остеопорозе, гипопаратериазио, рахите, почечной остеодистрофии и тому подобное. Кроме того, РВУ нельзя принимать параллельно с другими диуретическими средствами. Также не стоит рисковать при наличии крупных почечных камней, размер которых превосходит диаметр мочевыводящих путей. Противопоказания и особенности применения, как и любое средство растительного происхождения, полпала может вызвать аллергическую реакцию. Это может проявиться в виде приступов тошноты, высыпаний на кожу, гиперемии, отека квинки, отечность в основном лица или какой-то его части. Являясь мощным мочегонным средством, растение способствует активному выведению из тела натрия и кальция. Поэтому следует отказаться от его использования при соответствующих заболеваниях, связанных с утратой этих ионов, при остеопорозе, гипопаратериазио, рахите, почечной остеодистрофии и тому подобное кроме того, рву нельзя принимать параллельно с другими диуретическими средствами. Также не стоит рисковать при наличии крупных почечных камней, размер которых превосходит диаметр мочевыводящих путей. До скорой встречи, подписывайтесь, на мой канал.